приветствую всех меня зовут дядя митя я сейчас иду на авиашоу у нас в воронеже устроили авиашоу людей тьма машин просто ужас сколько но люди люди идут и не знаю посмотрим что там будет ну будет довольно таки интересно все таки и не зря я не поехал на автобусе все таки автобус уже практически доехала я иду пешком ничего зато кайфую смотрите сколько впереди людей еще идет вот так некоторым автовладельцам не хочется ходить и они едут вон там по пыльной пыльной дороге чулень все-таки двигатель прогресса так что вот так я думаю то что я все-таки получу я хочу в том году сходить на авиашоу в воронеже у меня к сожалению не получилось так как я получил небольшую травму не мог ходить но это уже фланг лирика теперь мне интересно как все-таки там будет плену людей будет очень много я уже чувствую то что там просто кошмар какой творится ничего дойдем посмотрим ну вот я нахожусь на территории аэропорта сейчас посмотрим как здесь сделан пропуск посмотрим павильончики такие интересные довольно таки всего как бы замечательно все сейчас посмотрим зайдем на территории ни разу не был на территории аэропорта ни разу еще никуда не летал но я думаю это исправлю когда-нибудь все будет нормально так что чё переживать так что так все часа сейчас заходим на территорию и будем смотреть что там происходит там смотреть самолеты вертолеты и все оставит а там полетел уже прошутист какой-то прикольно так он спикировал вообще жестко просто но так проходим и насчет моего супердрюбер стабилизатора всегда все придирается никто ничего не знает что это за фигня я знаю то что это чтобы вы смотрели лучше чтобы ничего не дергалась так стабилизаторы именно для вас так что все давайте дальше ай филе этого Дорожное радио Дорожное радио Дорожное радио сходить, посмотреть что-то в самолёте вот этом старом. А это очередь, чтобы его посмотреть. Нет, это очень-очень круто. Всё простоятельно. Самолёны там в небе летают, прикольно. ...транспортных узлов в Домодедово-Навотибирске. Также выполняют популярные полёты стран СНГ, Европу, Близний Восток, Юго-Восточный. В городе социально успешно работает региональное отделение Общероссийской общественной организации Федерации авиабетельного спорта России. Оно объединяет опыты спортсменов. Иван Руслан Семенович Куртур Субтитры создавал DimaTorzok Дальше смотрим Прикольно Такое чувство, как будто ни человек не поместится, никто Такое чувство, как будто ни человек не поместится, никто не поместится, никто не поместится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вообще прикольно было бы на самом деле Так, что-то тарактит, не могу понять То ли на посадку идет, ни хрена не видно Короче, вот так вот То ли взлетает, короче, что-то тарактит А, это вон, Би-Би-Зика едет Так, ладно Что, всю экскурсию я прошел Говорят, тут будет авиашоу Не знаю, что-то 10 часов, пока что-то не на мелком Людей я как-то ожидал больше, потому что пробка стояла бешеная Как-то все равно Может, все бы рассредоточились по всей этой территории Ну, довольно-таки Малолюдные, как-то Прямо, ну, день открытых дверей, конечно Старые самолеты Есть вот одноместные, которые мне очень понравились Такие вот, да Прикольные самолетики Я не знаю Глаза болят от этого солнца Не, я, конечно, немного ожидал получше То, что будет больше, чем посмотреть Ну, что, самолеты увидели Теперь самое главное увидеть еще И какой-нибудь авиашоу Будет оно здесь интересно, представлено Мне кажется, чуть-чуть попозже Ну, машины будут вообще Может, будут летать маленькие радиоуправляемые Всякие штуки-дрюки Так что, вот так вот Ну, все, я буду ждать МАЗ-171, производство Минского автомобильного завода Автобус предназначен для перевоза пассажиров между аэровокзалом и самолетом Автобус МАЗ-171, шириной более трех метров С низким полом по всему салону и шестью дверьмями Номинальная вместимость 122 человека Мощность 170 лошадиных сил На линии выходит автомобиль для обслуживания пассажиров бизнес-класса Форд Транзит Современный микрофон для бизнеса Позволяющий обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности Замыкает колонну Автомобиль Газель Приназили заправки самолетов питьевой водой Высший пилотаж покажет сотрудники службы организации перевозок Перед вами стягач с багажными телесками и трактор с багажной лентой Карьер ленточный прицеплой ЛАЗ-1 латвийского производства При назначении для перегрузки багажа Штучные грузы в поиске самолетов на шоке Багажные телески, так и с уровнем телески Трактористы грузчики Одним из первых АКС-2 борта самолета Благодаря ним багаж получает каждый пассажир Дорогие друзья, вот они, эти два кости трактора Всю технику, которая будет прошла, можно будет потрогать, пощупать на площадке правого перона Даже я вправо отсюда уже на трансляции всех людей остановилась Поэтому можно попробовать, смотреть, фотографироваться, рисоваться, трогать Но в разумных людей Итак, дорогие друзья, по приезду у водителей Они тоже в своем ротике Пилоты, боролида формула 1 Наша техника занимает место Так, ну что, вся техника прошла Да, как я понимаю И скоро начнется авиашоу Сейчас мы пойдем посмотрим Попробуйте, внимание У нас готовятся посадки Бой самолет Бой Ак-7-57, авиакомпания Азур-Р Прибывайте к нам из солнечной Турции, Санкт-Петербург Ура! Он про копея, игру за самолет Санкт-Петербург Мы все посмотрели Как самолет слетает Как приземляется Сейчас посмотрим технику Которая проехала вся Посмотрим Мне вон тот интерес Конечно, прикольно Здоровая техника Могут Которая проехала Сейчас посмотрим бизнес-класс. Обычный микроавтобус и газель. Побывал я на этом авиашоу целый час, скучно, мне очень сильно надоело. Я хочу домой уже, быстрее свою кровать спать. На самом деле очень скучно что-то. Я думал, тут реально приедешь, начнется авиашоу летать. Садится в каких-то маленьких калибре полетели. Для того, чтобы активизировать траекторию. Сразу видите, со взлета фактически уходят в бираж. Людей очень много. И сейчас сумоют в бираже и соберутся в одной точке. Людей очень много, блин, ну не знаю, ну вообще как-то ничего не происходит. День открытых дверей в этот сратый Ту-134 какой-то стоит, И это очередь целая, чтобы посмотреть на кресло, но они... Ой, нет, все. Я хочу домой, все. Я, ребят, заканчиваю на этой ноте. На самом деле надоело, надоело. Я думал, тут немножко будет движение получше. А тут как-то это все как-то скучно. Да ничего. Пока ничего. Мы вот сейчас выбираем... Не, людей очень-очень много. Сейчас стоят просто толпы, чтобы там просто погулять, посмотреть Ту-134. Ой, не знаю, или поедешь шашлык, не знаю. Ну, блин, как-то все скучно, как-то все неорганизованно. Как-то вот авиашотом до пяти часов вечера это все будет там... Маленькие самолетики какие-то. И смотри, как приземляются и сажаются самолеты. Ну, нет. Это не мое, конечно. Я немножко ожидал получше, как-то всего. Я просто был уже на авиашоу, и там как-бы авиашоу это авиашоу. Я выложка, принять внимание, что авиашоу уже началось. Поэтому его можно, в принципе, посмотреть и отсюда как раз через 10 минут, если вы в нашей лаунстоне будете наблюдать этот полет, а еще попутно выложите фотографию в инстаграм с хаштегом «Руслайв» и подписывайтесь на аккаунт нашей компанией, то вам достанется еще и бесплатный патрон, чтобы оборонить. Ребята, в следующем выпуске, если вы поставите телефон со свадьбом, будьте полный патрон, который, говорят, будет на школу. Так что все. Люди все идут и идут. Ужас, конечно. Не знаю. Может, я чего-то не дождался. Может, это все потом начнется. Может, я рано приехал опять же. Я не знаю, короче. Ну, целую часть, я даже полтора часа тут провел, и ничего не происходило, кроме там выставки техники какой-то и все, и прогулки по аэропорту. Больше я ничего не увидел. И сейчас буду возвращаться все-таки. Надоел, надоел. Больше я сюда, наверное, не приеду. И вам не советую никому. Маленькие самолетики, смотрите, внимание. Вот стрижи, видите, вот это я люблю. Все, всякие бомбардировочки. Вот это кайф. Так что все.